Новую программу фестиваля короткометражного кино Future Shots открыла драма гостя корейского режиссера. Главная героиня, молодая девушка, узнает, что у ее отца есть другая женщина, и она идет прямиком к ней в дом. Однако дверь ей открывают. Бескомпромиссные и жестокие действия гостя вначале сменяются на равнодушие и отреченность в конце. Режиссер фильма «Га и Нюн» корейская девушка очень четко передала шкалу эмоциональных переживаний подростка. От глубоких душевных трагедий организаторы Future Shots предлагают своим зрителям укунуться в фэнтези. Это лента номинант Оскара 2012 года. Утренняя прогулка показывает абсурдность современного мира. Нью-Йорк – бешеный темп жизни. Никто не замечает, что по авеню приспокойно прогуливается курица. Хоть какой-то интерес к ней проявляют только зомби. Абсурд, неординарность и креативность – то, что и привлекает в кино. Фильмы, над которыми нужно думать. Это то, что хочет видеть зритель, уставший от коммерческих блокбастеров. Надоели уже обыденные фильмы, то есть блокбастеры, мелодрамы и все остальное. Хочется чего-то нового. Я ожидал, что здесь я получу это новое, и я его получил. Однако погрузиться в арт-хаус отважились немногие. Организаторы Future Shots надеются, что орловчане еще проявят интерес к нестандартному кино. Большинство зрителей в «Орле» не совсем готовы к такому кино, но многим оно уже полюбилось. Подборку лучших короткометражек этого сезона можно увидеть до 3 сентября. Показы проходят в кинотеатре «Победа». Приятных просмотров. Анна Немалякина, Денис Еременко и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир». Продолжение следует...